Один из самых молодых в России. 15 июля Ненецкому округу исполнилось 87 лет. В Ненецком округе выбрали лучших педагогов. Победители получат денежные призы из федерального бюджета. С главными событиями к этому часу в студии Оксана Ульяновская. Сегодня нашему округу исполняется 87 лет. Игорь Кошин поздравил жителей региона. Губернатор подчеркнул, что перед округом стоят важные задачи, обусловленные государственной стратегией развития арктической зоны. Каждый шаг по расширению экономических и культурных связей, отметил Игорь Кошин, по совершенствованию взаимодействия бизнеса, власти и гражданского общества, по привлечению инвестиций в регион позволяет делать жизнь в нау качественно лучше, комфортнее, а будущее перспективным. История округа за полярным кругом в следующем сюжете. 15 июля 1929 года на карте Советского государства появляется новый, самый первый на Крайнем Севере национальный округ. Округ, который вот уже 87 лет гордо носит название Ненецкий. В самом начале своей истории в состав округа входили два района – Мизинской волости и области Коми. В декабре 1929 года в состав округа вошла Пустозерская волость и Прибрежные острова. Был образован третий район – Пустозерский. Административный центр из Тельвиски переносится в Нарьинмар. Постепенно в состав края входят новые районы, и уже через 30 лет с момента создания Ненецкий округ приобретает современные границы. В 1977 году ненцы Малоземельской тундры обратились к руководству в ЦИК с предложением дать им полное автономное право. Правительство решение одобрило, и на Европейском севере появился полноценный и равноправный регион, который стал домом для ненцев Большеземельской, Малоземельской, Тиманской и Канинской тундр, а также для русских, украинцев, белорусов. В 1993 году Ненецкий автономный округ в соответствии с Конституцией Российской Федерации получил статус субъекта федерации. Основы экономики составляют нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие и газодобывающие промышленности. С 1988 года добыча нефти ведется на пяти крупных, 16 средних и 57 мелких месторождениях. С 2014 года отгружается нефть нового российского сорта «Арго» – первого месторождения на арктическом шельфе «Приразломные». Агропромышленный комплекс Ненецкого округа – одна из составляющих экономики региона и основной источник жизнеобеспечения коренного населения. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 255 хозяйств с различной формой собственности. Единственный в Ненецком автономном округе – муниципальный район Заполярный, образован в феврале 2005 года. В его составе 18 сельских поселений – административный центр поселок Искателей. Сегодня Ненецкий округ – стратегически важный субъект, культурный и промышленный центр русского севера. Награжден орденами Трудового красного знамени и Дружбы народов. В регионе утвержден сводный план мероприятий, посвященный совместному празднованию 87-й годовщины со дня образования Ненецкого автономного округа и Дню нефтяника. Основные события запланированы на 17 и 18 сентября. 17 сентября в выставочном зале Дворца культуры Арктика откроется выставка картин «Образы Арктики» из фондов Национальной галереи Республики Коми. Вечером в концертном зале состоится закрытие Третьего арктического фестиваля классической музыки «Дни высокой музыки в Арктике» с участием Дмитрия Когана. В этот же день в Нарьинмаре высадят аллею нефтянников. А во Дворце культуры Арктика откроется выставка презентаций нефтяных компаний, работающих на территории округа. На спортплощадках Нарьинмара состоятся окружные соревнования по кроссу «Фестиваль ГТО», хоккейный матч, турниры по настольному теннису и русским шашкам. Первенство округа среди школьных команд по футболу «Кожаный мяч». Массовый забег по улицам города «Беги за мной». 18 сентября посетителей Пустозерского музея ждет увлекательный квест «Первый в округе, первый в Нарьинмаре» и велосипедная экскурсия «Ищем следы Пустозерска в столице округа». В Ненецком краеведческом музее откроется выставка «Их имена хранит история» с фотофактами символов руководителей и почетных жителей Ненецкого округа. На стадионе «Лидер» пройдет спортивный праздник, показательные выступления спортсменов, товарищеский футбольный матч между командами нефтяников и сборной округа. Народные гуляния на площади Марацей начнутся 18 сентября в 11 часов. Гости жителей округа станут свидетелями дефилей детских колясок «Я родился в НАУ» и эстрадного концерта. Примут участие в работе туристической, этнографической и игровых площадок. Смогут приобрести сувениры и продукцию местных производителей на выставке-ярмарке. В Нарьинмаре расширяют дорожную сеть. Новое дорожное полотно постелят в районе факела Старого аэропорта, Виаторов и в центре города. Ночные гонщики выходят на охоту. Как бороться с байкерами, которые мешают спать по ночам? 97 миллионов рублей и два года. Именно столько понадобится на ремонт дорожного полотна и тротуаров по улице Октябрьская в Нарьинмаре. До днях был объявлен подрядчиком стал окружное предприятие Нарьинмар «Даримстрой». Об этом на встрече с представителями окружных СМИ рассказал начальник управления дорожной деятельности и транспорта Андрей Стручков. Новое дорожное полотно тротуары и освещение. Под реконструкцию улицы Октябрьская выбран участок дороги от улицы Авиаторов до Пионерской. За него дорожники не брались уже много лет. По словам Андрея Стручкова, все работы должны быть закончены до октября 2017 года. К сентябрю текущего года должны быть сданы участки дорог по улице Рыбников, Авиаторов, Старый аэропорт и Факел. Продолжаются работы на участке номер 4 стратегической трассы Нарьинмар-Усинск. Все работы идут по графику. «Пионерка» отсыпана на 9 километров. В этом году они хотят в проектных отметках уже сделать первые три до моста. Демонтаж моста идет. Поставили временный мост. Соответственно, они могут уже сейчас начинать работу дальше отсыпать на той стороне, что как бы не совсем было предусмотрено проектом работы в летний период. Но надо ускоряться. Напомним, в этом году на строительство дороги Нарьинмар-Усинск выделено 479 миллионов федеральных и 44 миллиона окружных средств. На федеральные средства 106 миллионов рублей будет реконструирован участок магистральной дороги Монтажников-Угольная, Юбилейная, с участком до улицы Губкина. В перспективе на ближайший месяц и работы по обновлению дорог Нарьинмар-Лаевош, Нарьинмар-Красная, Нарьинмар-Искателей. Помимо этого, в плане работ предусмотрена замена понтонного моста по дороге на Тельвиску. Устаревший мост имеет шанс на вторую жизнь. Дирекция пытается через УГИ передать три компании, ну не компания, скажем, организации заинтересованные в этих секциях моста. Это СТК, северно-транспортная компания, потом природники и Ненецкая нефтяная компания заинтересованные. Вот пытаемся сейчас этот мост разделить на кусочки, отдать УГИ, чтобы они передали уже соответствующим образом. Так-то вот здесь-то мостик-то по этот самый плавучий поставить, забить мертвяки, чтобы этот мост мог в зависимости от воды плавать, подниматься. Кораблики могли бы швартоваться прямо к нему, люди сходные. Не по песочку ходить, а более-менее цивильную. Масштабная замена асфальтного покрытия будет произведена на участке от мясокомбината до администрации Заполярного района. До конца августа все работы должны быть закончены. Будет отремонтирован продолжительный участок дороги по улице Выучейского от Морпорта до пересечения с улицы Ленина и до школы номер 3. Это продолжение текущего ремонта 2015 года. С покрытия будет срезаться 3,5 сантиметра асфальт и укладываться свежий. На эти два участка предусмотрено 96 миллионов рублей. Кроме того, специалисты Наринмар-Дуримстроя намерены завершить действующие контракты по строительству улично-дорожной сети микрорайона «Факел», автомобильной дороги по улице Российской, ведущей в поселок Старый Аэропорт и дорог в новом микрорайоне по улице Авиаторов. Иван Никонов, Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север». Особенно новых дорог в городе ждут любители быстрой езды. С приходом лета на улицы города выезжают ночные байкеры. С невероятным шумом гонщики пролетают мимо жилых домов, тем самым нарушая спокойный сон горожан. Любители громкой и быстрой езды отдают предпочтение спортивным мотоциклам, а ездить на них любят ночью, когда на дорогах практически нет движения. Шумом своих железных коней они нарушают тишину и покой граждан. Наша съемочная группа встретилась с одним из таких гонщиков. Потому что машин мало, трафик, то есть, менее загружен. И в основном все. Не ловят, даже и палочки не машут, аж нормально. Не пытаются остановить пока. Может быть, не слишком мешаю. В основном все, как бы сказать, жалуются на звук. На него жалуются, а он продолжает ездить. Больше всего байкеры любят гонять по прямым участкам дорог города Наринмара. Одно из самых любимых мест у мотоциклистов – это дорога по улице Волочейского. Отрезок трассы длиной чуть менее километра позволяет мотоциклистам развивать очень большую скорость. В законе Ненецкого автономного округа по административным правонарушениям предусмотрена ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в промежуток времени с 22 часов до 6 утра. Санкция предусматривает штраф предупредения или штраф в размере от 500 до 1000 рублей для граждан. И для юридических лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей в случае нарушения тишины и покоя граждан. Также ОГИБДД проводят регулярные рейды. 12 июля МИБИП проведен рейд под условным названием «Велосипедист-мотоциклист». Целью такого мероприятия является предупреждение дорожно-транспортных происшествий водителями двухколесного транспорта. В ходе проведения мероприятия выявлено 5 административных правонарушений. Это управление транспортным средством незарегистрированным в установленном порядке, также управление без права на управление данной категории транспортного средства. В данном случае это категория А отсутствовала. В основном на шумных мотоциклистов жители нашего округа жалуются в социальных сетях. Мало находится желающих из теплой постели бежать к телефону и звонить в полицию. Да и пока наряд приедет, гонщика и след простынет. Объясняться потом. По этой же причине и на камеру жаловаться никто не стал. Тем не менее, начальник правового управления аппарата администрации Павел Рахмелевич советует в случаях нарушения тишины в ночное время необходимо вызвать сотрудника полиции. Дмитрий Марков, Атон Мудряков, Телеканал «Север». Три лучших окружных педагога получат премии за отличную работу. Победителями ежегодного конкурса на получение денежного поощрения в 2016 году стали учители английского языка школы номер 2 Ирина Марокко и учителя начальных классов 4-й и 5-й городских школ Светлана Хорошавина и Марина Лукьянчикова. За первое место педагогу полагается вознаграждение из федерального бюджета в размере 200 тысяч рублей. За второе и третье места – 100 тысяч. За победу в конкурсе боролись 8 окружных педагогов, представивших на суд жюри документальное подтверждение своих профессиональных достижений за три последних года. Критериями оценивания конкурсантов стали результаты учебных достижений и внеурочной деятельности их учеников. Также учитывалось наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету – непрерывность профессионального развития. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями приоритетного национального проекта образования проводится в Нинецком округе с 2006 года. Мероприятие реализуется за счет средств госпрограммы развития образования НАУ с привлечением средств федерального бюджета. Приходят в каждый дом за актуальной информацией. В Нинецком округе продолжается сельскохозяйственная перепись. На этой неделе переписчики обошли домохозяйство Телевисточного сельсовета. В Печоре ограничен промышленный вылов рыбы в связи с нерестом семги. Согласно правилам рыболовства с 15 июля по 15 октября в речной системе реки Печора запрещен промышленный вылов водных биоресурсов. Исключение составляет вылов на участках для промышленного рыболовства и добычи ряпушки с использованием определенных плавных сетей, а также добычи в курьих Печоры с закидными неводами длиной не более 150 метров. Такие ограничения связаны с пропуском производителей анодромных видов рыб на нерестилище. Весь прилов лосося атлантического, независимо от состояния, должен быть незамедлительно возвращен в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями. Помимо этого, с 1 мая по 20 октября запрещена добыча всех видов водных биоресурсов в нерестовых реках Несь, Чижа, Шойна, Ручьи, Воланга с притоками, Травянка и Кумушка, Великая, Черная, впадающая в чешскую губу Баренцево море с притоком Малое Черное, Васькина и Индиго с притоком Белое. На этих же реках запрещено любительское и спортивное рыболовство. С 1 июля по 10 октября за исключением добычи чешско-печорской сельди, наваги, азиатской, зубастой корюшки и камбалы. На Печоре в эти же сроки любителям запрещено осуществлять лов вставными сетями. Однако разрешается добыча частиковых видов рыб, часто мелкоячейной сетью в заливах курьих рек. Ознакомиться с правилами рыболовства можно на сайте Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа. Село в порядке, страна в достатке. Под таким девизом с 1 июля по всей стране проходит сельскохозяйственная перепись. Традиция сбора сведений, важных для практики государственного управления, идет с давних времен. Раньше эти данные были нужны для обложения населения податями и повинностями. Сегодня основная цель сельскохозяйственной переписи оценить реальное положение дел в сельском хозяйстве страны. Здравствуйте. 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 Меня зовут Хаймина Татьяна Яковлевна. Всероссийская перепись, сельскохозяйственная перепись. Вы слышали, наверное, что с 1 июля по 15 августа проходит перепись. С разрешения доброжелательных хозяев переписчик Татьяна Хаймина заходит в дом. Показать все свои владения по состоянию здоровья хозяева не могут. Но дома за чашечкой чая с удовольствием отвечают на все вопросы. А их сказать прямо немало. Цветы выращиваете? Есть. Так, сколько у вас цветов? У вас эти маленькие клумбочки, да? Угу. Сколько клумбочек у вас? Примерно. Клумбочек. Клумбочки-то какие? Как это, не метр, а метр, чуть поменьше, да? Нет, маленькие. Маленькие. Ну, сколько клумб-то примерно? Ну, три. Хаймина – единственная в деревне семья, которая держит гусей. Как признаются сами хозяева, исключительно для удовольствия. На небольшом приусадебном участке выращивают картофель, свеклу, морковь, в теплице огурцы и тыкву. Все наименования выращиваемых культур перепищи фиксируют в бланке. По сравнению с переписью 2006 года в опросник включены новые строки. Например, применение современных методов ведения хозяйства, способы борьбы с вредителями и болезнями растений, капельное орошение, система удаления навоза в животноводческих хозяйствах и другое. Чем занимается семья? Какие она делает посадки? В основном люди же сажают у нас на севере картофель, какую-то зелень, у кого-то есть теплицы. В общем, что они выращивают, потом какие у них постройки вокруг этого дома, и чтобы земля была как бы у них в основном была, чтобы занятая. Всего Татьяне Хаймина необходимо обойти три населенных пункта Телевисочного сельского совета. 29 хозяйств Макарова, 74 в Тельвинске и 5 в Устье. По словам переписчика со стажем, в переписных домохозяйствах практически нет необработанной земли. Каждая семья старается держать свой огород. Картошку, лук, редиску, огурцы, ну и прочее. У вас теплицы в парниках? В парниках, да. А тут все сажают? Все, все почистят. Кому не лень, все сажают. А вот с животными ситуация выглядит иначе. Всего три хозяйства Телевисочного сельсовета могут похвастаться наличием скота. Какова картина по региону, покажут результаты переписи. Информация со всех 15 переписных участков, которые открыты на территории Нинецкого округа, поступит во Всероссийскую базу данных. Актуальные цифры аграрного сектора позволят составить максимально верный прогноз развития сельскохозяйственной отрасли и скорректировать программы финансовой помощи производителям. Первые итоги масштабной переписи будут известны в конце 2017 года.